Фасоль я замочила с вечера. Если будете готовить днём, то можете с утра на 5-6 часов поставить замочиться. Вот так вот они набухают и увеличиваются в размере. Всё, теперь ставим его вариться. Воду, в которой она замачивалась, я слила и поставила на углу. Итак, пока варится фасоль, нам надо обжарить лук. Лук у меня большой, не знаю, вам видно или нет, насколько он большой. Здесь где-то 250 грамм лука. Нарезаем мелко. Обжариваем, здесь у меня где-то 100 грамм масла и 250 грамм лука. Нам нужно обжарить её до слегка золотистого цвета. Всё, лук у нас готов. Сильно пережаривать его не надо. До слегка золотистого цвета. Выключаем. И он ещё в сковородке дойдёт. Фасоль. Пену убираем. Если замачивать с вечера, то готовится он очень быстро. Где-то полчаса максимум. Вот, видите, уже трескается. Потрескалось, значит сварилось. До такой консистенции, которая нам нужна. Вот, слила я воду, чтобы было легче его потолочь помять. И вот её вода. Я её не выливаю. Она нужна будет нам. Теперь толкушкой. Вот так вот нам надо её помять. Хорошенько. Но не блендером. Блендером вообще не советую. Особенно погружным. Я как-то попробовала, хотела совсем такой гладкий сделать. Но вкус совсем не тот, поверьте. Это не чечевичный суп. Чечевичный можно блендером. А этот не надо. Она не должна быть целая. Такая раздавленная. Но и не в кашу. Вот такая вот консистенция у неё должна быть. Покажу вам поближе. Вот. Теперь мы возвращаем её же бульон на место. Но не весь, потихоньку. Нам надо перемешать, чтобы не было комочков. Льём бульон настолько, насколько густой вы хотите, чтобы получился супчик. Не забываем, что при остывании он ещё немножко загустеет. Итак, добавляем у нас сюда лук обжаренный. Добавляем сюда чеснок. 4 зубчика у меня. Некоторые целую головку кладут. Я кладу сюда кинзу. Грамм 50. Хмели и сунели пол чайной ложки. У меня здесь такая кофейная ложка, поэтому здесь целая ложка получается. Дальше добавляем сюда кориандр. Пол чайной ложки. Сванскую соль. Тоже пол чайной ложки. По вкусу. В конце посмотрим ещё. Молотый перец. Чуть-чуть куркумы. Красный перец по вкусу. Хорошенько всё это перемешиваем. Смотрим по вкусу, чего не хватает. Например, соли или хмели-сунели, если меньше чувствуется, добавляем. Соль я добавлю и ещё немножко хмели-сунели. Ну, где-то считайте, что одна чайная ложка хмели-сунели. Всё, сейчас вкусу потомится немножко. Уменьшаем обязательно этот самый огонь на плите, потому что суп густеет и оседает на дно. Прилипнет и подгорит. Обязательно часто надо мешать и уменьшить огонь. Теперь уменьшили огонь. Закрываем крышку, даём потомиться немножко, чтобы все вкусы перемешали. Вот, посмотрите, как она загустевает. Супчик наш готов. Посмотрите, он ещё горячий. Ещё когда остынет, он загустеет ещё больше. Вот такой вот супчик у нас, очень вкусный. Смотрите, здесь есть несколько вариантов готовки. Кто-то добавляет картошку. Мы, например, сколько я помню себя, вот мы в Белиси никогда не добавляли картошку. Я не люблю картошку ни в чечевичном супе, ни вот с фасолью. Не с фасолью. А мне кажется, картошка утяжеляет суп. Вот достаточно самой фасоли, приправ и зелени. Делается он очень... Если с вечера его замочить, фасоль, то готовится он очень быстро. На самом деле делать-то и нечего. Пока варится фасоль, обжариваем лук и всё. Добавляем зелень, специи, соль. И всё, супчик наш готов. Томился он где-то минут 15. Сейчас ещё в кастрюле, пока постоит, тоже минут 15. И он ещё больше загустеет. Вот такая вот красота у нас получается. Это очень вкусно, очень лёгкий супчик получается. Я томат и картошку не добавляю. Это дело, ещё раз говорю, вкуса. Как по мне, так не стоит этого делать. И вот с кусочками он должен быть. Вот так вот. Не в пюре, не блендером. Значит, что я сделала? Фасоль, пока варилась, обжаривала лук. Добавляем лук, чеснок, хмели, кориандр, кинза, молотый чёрный перец, красный перец и куркуму. Это всё по вкусу. Ну, а у меня всё. Надеюсь, вам всё понравилось. Всем пока-пока!